Добрый день, друзья! С вами я Екатерина Романенко. Смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Смотрим с вами сегодня дома в Горячий Ключевском районе. Находимся в районе станицы Саратовская. До Горячего Ключа здесь буквально 10 километров. Солнечное место ровно, с коммуникациями и дом по цене квартиры в Краснодаре. 5 соток земли. Цена данного объекта 3 миллиона 900. Давайте будем смотреть и все по порядку вам буду рассказывать. Участок такой вот скошенный, немного неправильной формы, но в то же время интересный. Забор у нас на фундаменте, кирпичные столбы, профлист по периметру всего земельного участка. Заборы уже установлены. Ширина фасада, ну участок здесь угловой получается, поэтому видите, здесь вот фасад такой широкий достаточно получается. По центральной улице здесь порядка 20-22 метров. Въездные ворота распашные, калитка также установлена, бетонная площадка для входа в дом и также для заезда под машину. Отмостка везде по периметру дома залита, земля насыпана. Ну, в общем-то, дом можно рассматривать как для постоянного проживания, как дачный домик иметь недалеко от Краснодара и в направлении Горячего Ключа. До моря здесь уже порядка 50 километров. Что, по коммуникациям, да? Свет 15 киловатт заведен, подключен к дому. Отопление на сегодняшний день электрическое. Скважина 15 метров, септик на 4 куба. Возможность подключения газа здесь есть, стоит это порядка 150 тысяч. Что касается посадки дома на земельном участке. Необходимые 3 метра от забора соседа здесь соблюдены с одной и с другой стороны. Поэтому этот вопрос мы сразу закроем. Дом 21 года постройки. Фундамент ленточный. Внутри блок, сверху обложен кирпичом. Сейчас пойдем смотреть непосредственно планировку дома. Ну, к внешнему виду претензий никаких нет. Хорошая, красивая кладка. Дома выглядят симпатично. Пойдемте смотреть непосредственно внутреннюю планировку. Напомню, что стоимость домовладений составляет 3 миллиона 900 тысяч. Обошли мы с вами дом со всех сторон. Это выход на террасу из кухни-гостиной. Веранда представлена вот в таком исполнении. Терраса, площадь порядка 10-12 квадратных метров. Выйдем потом из кухни, посмотрим еще раз. А сейчас идем с вами в дом. Итак, друзья, мы с вами попали непосредственно в жилой дом. Пречистовой отделки. Мы сейчас с вами в прихожей. Прихожая узкая. Шкаф-купе здесь поставить будет некуда. Только непосредственно на стенные какие-то полки. Высота потолка в чистом виде здесь будет порядка 2,80. На сегодняшний день здесь, видите, только рейки. Далее мы с вами из прихожей поворачиваем направо. Такая вот интересная планировка, нестандартная. И здесь по две стороны у нас жилые комнаты. Две спальни. Данная комната правильной квадратной формы. Площадью порядка 10 квадратных метров. Но у комнаты есть ниша. Эта ниша будет хорошо использоваться под шкаф. Под такую вот небольшую мини-гардеробную. Это тоже очень удобно. Электрика разведена по всему дому. Розетки, выключатели, отопление. Радиаторы уже навешаны. Поэтому дом готов полностью под чистовую отделку. Что касается второй комнаты. Площадь данной комнаты порядка 10 квадратных метров. Правильной квадратной формы. Также предчистовая отделка. Радиаторы установлены. Розетки до подразитника выведены. Следующее у нас помещение это санузел. Санузел прямоугольной формы. Здесь будет площадь порядка 3 квадратных метров. Так, друзья, дальше с вами перемещаемся в зону кухни-гостиной. Но если вам необходима третья жилая комната, то при планировке кухни-гостиной с прямоугольника, ее достаточно легко, безболезненно можно зонировать. Вот сюда устанавливается стена. И получается дополнительная комната. Комната будет площадью порядка 12 квадратных метров. Если третья комната, третья спальня не нужна, то используем данное помещение как большую кухню-гостиную. Как она и предусмотрена на сегодняшний день. По правую руку предусмотрена зона гостиной. Выведена телевизионная зона. Сюда, напротив, предусматривается диванная зона. Выведены разводки под сплит-системы. На левую сторону зона кухонного гарнитура, зона готовки, ну и коммуникация. Фильтры на воду установлены. Канализация в дом заведена. Вода заведена. Все присутствует. Электрокотел установлен. Бойлер на горячую воду. Площадь данного жилого дома по внутренним параметрам порядка 65 квадратных метров. Плюс 10-12 метров терраса. Терраса выходит из кухни. Окна в пол, что тоже приятно. Ну и мы с улицы с вами, когда осматривали жилой дом, хорошо видно, что как дополнительная летняя комната выглядит, когда поднят кирпич и здесь даже ничего не хочется дополнительно устанавливать. Ни стекла, ни шторки летние повесить, чтобы это было такое тенистое место. Выйти, поставить столики, стульчики, попить чай, отдохнуть, ну и полюбоваться на то, что посадите на своем земельном участке. Ну что, друзья, смотрели с вами дом. Дом бюджетный, стоимость 3 миллиона 900 на земельном участке в 5 соток. Общая площадь жилого дома 65 квадратных метров. Это в чистой, в полезной площади, исключая площадь террасы и возможности мансарды. Площадь мансарды здесь допустима порядка 25-30 квадратных метров. Дом в хорошем состоянии, интересное место для рассмотрения. Поэтому, если дом равно квартира, ну, пожалуйста, такие варианты есть. Коммуникации все здесь очень даже приемлемые. Если понравился данный объект, пишите, звоните вам с удовольствием, его покажем, расскажем. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки, а еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там гораздо быстрее выходят короткие ролики о новых видеообзорах, которые позднее появляются на ютубе уже в полном виде. А с вами я, Екатерина Романенко.